Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 9 апреля. И как обычно мы начинаем с ночи. Ночь опять прошла неспокойно. Ну я так понимаю, что теперь сегодня я приведу вам такую статистику, сколько примерно выпускает Рашистская Федерация Шахедов в сутки. И примерно такое же количество она старается тратить. Каждую ночь 15-20, иногда 30 шахедов залетает на нашу территорию и пытается нанести удары по нашим объектам. Причем это и жилые дома, и гражданская инфраструктура. И даже в основном, шахеды мало применяются в зоне боевых действий, в основном именно для геноцида нашего народа. Почему геноцида? Потому что участились случаи, и это стало уже системой, даже не участились, а системой, когда в одно и то же место шахед прилетает с интервалом в 20-25 минут, когда спасатель успевает начать спасательную операцию. И тут прилетает второй шахед. Вот это называется настоящий геноцид. Итак, в ночь на сегодняшний день оккупанты атаковали нашу страну 20-ю ударными беспилотниками типа шахед 131-136. Атака проводилась с мыса Чауда. Это украинский Крым, временно оккупированный Рашистскими войсками. Приморско-Ахтарск Рашистской Федерации, а также атаки, это тоже шахеды летели, а также были атака четырьмя зенитными управляемыми ракетами из оккупированной Донецкой области. К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба или подразделения радиоэлектронной борьбы воздушных сил, вооруженных сил Украины. Мобильные огневые группы сил обороны Украины тоже боролись с шахедами. В результате противовоздушного боя было сбито все 20 шахедов. В Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях. Ну, по ракетам скажу так, что в Полтавской области, вы знаете, прилетела ракета, и там довольно большие разрушения. В жилой дом, точнее, в жилом районе, а не в объект промышленный, не в инфраструктурный, а именно в жилой район. И сейчас проводится разбор завалов. На данный момент, на начало записи этого ролика, было известно 16 пострадавших в результате этого удара, четверо из которых это дети. Вот такой геноцид творит рашистская армия на нашей территории. За прошедшие сутки линия фронта. Теперь разберем. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Есть тенденция к снижению боевой активности со стороны врага. Это может быть связано с перегруппировкой войск, ну и с ухудшением погодных условий. Начинается весенняя распутница. Сейчас появились кадры в сети, где показано серебрянское лесничество, которое превратилось, в принципе, в сплошное болото. Лес выкосили осколками артиллерийских танковых боеприпасов и стрелкового оружия, и авиационных бомб. Поэтому поглощать влагу некому, и вот почва стоит раскисшая. Ну а в общем, на линии фронта враг нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта, на всю глубину досягаемости огневых средств противника. Также есть разрушение, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения в результате этих террористических атак со стороны Рашистской Федерации. А также есть разрушение жилого фонда и других объектов гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары рашистских оккупантов наносились в основном в Сумской области и в городе Суммы, Харьковской, Луганской и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И это практически вся линия соприкосновения с Аркастаном, Черниговская, Сумская, Харьковская области, это государственная граница Украины, а также Луганская, Донецкая, Запорожская, примыкающие к линии фронта, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Это линия фронта. Далее по оперативным направлениям рассмотрим. У нас Волынская и Полесская направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема с нашей стороны. Далее у нас идет Северское и Слобожанское направления. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную, точнее пытается проводить диверсионно-разведанную деятельность на нашей территории. Мы проводим контрдиверсионную деятельность с целью недопущения проникновения ДРГ противника на нашу территорию. Также наша артиллерия пытается отвечать, ведет контрбатарейную борьбу по огневым средствам врага, ведущим огонь. Но основную проблему для нас здесь составляет все-таки авиация. Это шахеды, ракеты и вот эти корректируемые авиационные бомбы, КАБы, которые летят на головы наших граждан через государственную границу Украины. Далее у нас начинается линия фронта. И начинаем мы ее с Купенского направления. Здесь, в принципе, можно наблюдать довольно значительное снижение боевой активности. И враг не проявлял никаких наступательных или штурмовых действий. Не проводил против наших позиций. Поэтому фактически на Купенском направлении боевая активность свелась к позиционным боям, перестрелкам и обменам артиллерийскими ударами. Далее Лиманское направление. Кстати, я в конце скажу, скорее всего, что фланги немного просаживаются. Именно восточный фланг и южный фланг. Почему? Потому что все ушло на центр линии фронта. Это у нас Бахмутская и это у нас Новопавловская оперативные направления. Но об этом чуть позже. Далее у нас с вами идет Лиманское направление. Тут наши воины отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Терны, где враг при поддержке авиации пытался прорвать нашу оборону. Но я вам уже сказал, что на Лиманском направлении, там чуть южнее, это Серебрянское лесничество, которое превращается сегодня практически в болото. Поэтому вполне возможно, что и это есть причина для снижения боевой активности врага. Хотя на Лиманском направлении тут даже расисты в районе тех же Тернов населенного пункта расисты буквально пару дней назад установили очередной рекорд. Видимо, с бронетехникой на этом направлении проблемы. Если на других помните, были у нас на Вахмутском направлении, на Авдеевском и на Новопавловском. Там были атаки, в которых принимало участие до 50, там 48 единиц бронетехники, потом было 9 единиц бронетехники, потом было еще 15 атака была. То есть там, в центре линии фронта, бронетехники вроде как достаточно. А вот здесь, на флангах центрального направления, если можно так сказать, стратегического центрального направления, здесь с бронетехникой потуже будет, и расистское командование установило своеобразный рекорд. Вот помните эту атаку, когда шел танк, и на нем ехало 24 расистских солдата. Когда танк был подбит, остановлен нашими войсками, с него спрыгнуло и разбежалось, ну, 23-24 упал. Не смог уже бежать. И об этом даже написала западная пресса, а вот издание Билд высказало предположение, что, видимо, с бронетехникой не все так гладко. Вообще, физически, это очень сложно у себя представить, как 24 солдата могли уместиться на один танк. Причем не просто на танк, они его не облепили со всех сторон. Он был с мангалом. Мангал был накрыт масс-сетью. Там было трудно изначально даже определить марку танка. Но, тем не менее, когда он остановился после попадания дрона, с него спрыгнуло вот такое количество военнослужащих. И издание Билд приходит к выводу, что оккупанты посылают на мясные штурмы и на каждую машину сажают максимальное количество людей, чтобы сэкономить потерянную технику. То есть, ну, один танк не вернется, это ерунда, а если отправить пять, могут не вернуться все пять. Издание демонстрирует, ну, вот, видео, вы можете ее найти, это в районе села Терны произошло, где вооруженные силы Украины уничтожают БМП и оказывается, ну, точнее, не БМП, танк, извините. И оказывается, что на танке находилось такое количество бойцов. И вывод, главный вывод издания Билд, техника, деньги стоят, россияне бесплатные. Вот к такому выводу приходит немецкое издание. Ну, в принципе, так оно и есть. И судя по той обстановке и тем приказам, которые отдает российское командование, как они относятся к личному составу, к потерям личного состава, то немцы абсолютно правы. Тут не поспоришь, что стоит только согласиться с мнением немецкого издания. На Бахмутское. Далее у нас идет Бахмутское направление. Здесь довольно высокая боевая активность. 14 атак было предпринято врагом за прошедшие сутки. Основные атаки проводились в направлении Белогоровка, Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Клещиевка, Андреевка, Ступочки. То есть, практически вся линия фронта на Бахмутском направлении, она была атакована российскими войсками. Ну, здесь довольно большая группировка российских войск собрана. И мы понимаем, что они хотят, они ключ являются или камнем преткновения для них теперь Часов Яр. Они хотят как можно быстрее добраться до Часово Яра. Там конфигурация населенного пункта такая, что он вытянутый, очень сильно вытянутый. И вот они дошли до восточных окраин, и там завязываются бои. Но они тоже вытянулись в такую своеобразную кишку, и для того, чтобы обезопасить себя от фланговых ударов, они вынуждены наступательный темп на окраинах Часового Яра сбавить, а заняться вопросом решения флангов. К сожалению, не все 14 атак удалось отбить нашим войскам, и враг продвинулся в районе населенных пунктов Богдановка, Михайловка и восточнее Часового Яра. То, что я и говорил, что враг пытается приблизиться вплотную к восточным окраинам этого населенного пункта. Далее у нас идет с вами Авдеевское направление. Вот здесь, кстати, такой промежуток между Бахмутским направлением и Ореховским направлением, точнее Новопавловским направлением. И тут количество атак, боевая интенсивность не такая высокая. На Авдеевском они немножко, ну как я уже и говорил вам ранее, они немного подвыдохлись. И, видимо, требуют перегруппировки и восстановления боеспособности тех бригад, которые действуют на Авдеевском направлении. Потому что всего шесть атак было предпринято врагом на Авдеевском направлении. В основном атаковал враг в районе Бердичи, Уманское, Невельское. И тоже при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Но ни одна из атак врага не увенчалась успехом. Наоборот, он, понеся довольно ощутимые потери, откатился на исходные рубежи. Линия фронта на Авдеевском направлении осталась без изменений. Новопавловское направление. Ну, вот здесь самая высокая боевая активность. 26 атак было предпринято врагом на Новопавловском направлении. Здесь они идут в направлении Покровское с целью, конечно же, потом либо поворота на Курахова, либо поворота на Углидар. То есть зайти в тыл Углидарской группировки. Здесь они пытаются как можно глубже, ну замысел такой у них, скорее всего, как можно глубже вклиниться в нашу оборону с целью ее рассечения. А потом фланговыми ударами вправо, на юг и на север постараться расширить и вдоль административной границы Донецкой области. Потому что от Покровского до границы Донецкой области остается совсем ничего. Но основные бои противникам проводились в районе Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Где при поддержке авиации вражеские войска 26 раз пытались прорвать нашу оборону. 26 раз. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Наши войска удерживают те позиции, на которых они находятся. Не авиация. Ну вот, кстати, они вынуждены притормозить прорывы в глубину. Потому что Красногоровка, она теперь угрожает северному флангу вклинения расширских войск в нашу оборону. Поэтому они сейчас, скорее всего, основные усилия будут сосредотачивать именно на решении вопроса по Красногоровке. А впоследствии, возможно, переключатся на Новомихайловке. То есть, надо выравнивать фронт. Есть вклинение, теперь надо выравнивать фронт. Иначе можно получить фланговый удар. В любом случае, когда они сбавляют наступательный темп свой, у нас есть возможность наносить максимальные потери вражеским войскам. И вот, как в подтверждение этого, они проводят так называемые, ну, уже даже бонзай-атаки мы знаем с вами. Сели вот такие 25-24 человека на один танк и на полном ходу едут к нашим позициям. Там спешиваются и начинают пытаться развернуться в боевой порядок, чтобы штурмовать наши позиции. Как правило, эти атаки заканчиваются очень плачевно. Их даже называют, вот некоторые источники называют их суицидной атакой оккупантов. Вот они то же самое сделают здесь, в районе Новомихайловки, на Новопавловском направлении. Там у нас обороняются десантники наши. Так вот, за одну атаку 18 единиц боевой техники. То есть, рекорды, вот эти рекорды потери техники и личного состава, они продолжаются. Три танка были уничтожены в результате этой атаки. Один танк подбит, сгорело 8 боевых бронированных машин. Еще 7 ББМ выведены из строя. То есть, получили повреждения различной степени тяжести, брошенные экипажами на поле боя. Вот такое вот... Причем, вот эти два таких направления. Они пробовали... Было раньше три. Лиманское еще пробовали они атаковать на броне. Сейчас вот сократилось до двух. Бахмут и Бахмутское, и Новопавловское направления. И вот тут они максимально пытаются использовать броню. Хотя с броней у них, видите, немцы приходят к выводу, что с броней у них не все так хорошо. Но пока есть, используют. Далее у нас идет с вами Ореховское направление. И тут боевые действия в основном велись в районе Старомайорская и северо-западнее Вербового. То есть, Работинский плацдарм продолжает... Старомайорская это немножко западнее. А Работинский плацдарм, это северо-западнее Вербового, продолжает сражаться, продолжает отбиваться от врага. Ну, боевая активность тоже была не очень высокой. Всего две атаки предприняли расширские войска на Работинском плацдарме и в районе Старомайорского. В результате ничего не добились, понесли потери и отошли на исходные рубежи. Линия фронта на Ореховском оперативном направлении осталась без изменений. И остается у нас Херсонское направление, где расширские оккупанты пытаются выбить наши подразделения с левого берега реки Днепр. Шесть штурмов было проведено на нашей позиции, ни один из которых не увенчался успехом. Наоборот, враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Херсонском направлении остается неизменной. Мы четко и твердо закрепились на левом берегу. Наши плацдармы там сражаются, наращивают боевые потенциалы. И врагу никак не удается нас оттуда выбить. Далее, за прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и по семи районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение одному средству ПВО, двум станциям радиоэлектронной борьбы и по двум районам сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. В общей сложности общие потери вражеские за прошедшие сутки на всей линии фронта составили в личном составе 850 оккупантов, в танках 23 единицы, в боевых бронированных машинах 45 единиц, в артиллерийских системах 30 единиц, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 37 единиц, ракеты 1 единица, в автомобильной технике уничтожено 71 единица и в специальной технике 1 единица. Вот такие потери в общем понес враг за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и конечно же мы не можем обойти вниманием операцию нашего главного управления разведки. Сегодня ночью состоялась атака на Борисоглебский учебный авиационный центр. Эту операцию проводило главное управление разведки своими собственными силами. Сообщается, что за Борисоглебский в Воронежской области, сообщается, что за этой атакой на учебный авиационный центр стоит главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным источников, существуют значительные повреждения главного производственного цеха. В советские времена в Борисоглебске было высшее военное воздушное училище. То есть там готовили летчиков. Там остался учебный центр сейчас и производственная база, авиационный завод. Так вот, именно по этому объекту и был нанесен удар. Вот такую вот операцию, ну это не одна операция, еще одну операцию взял на себя, ответственно взял на себя главное управление разведки. Это уничтожение, ну давайте так скажем, сильное повреждение, он не затонул, сильное повреждение ракетного корабля Серпухов. На России выгорел ракетный корабль, то есть повреждение, пожар был, очень сильный пожар на этом корабле. Это Калининград, чтобы вы понимали. 7 апреля, то есть позавчера, 24 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области РФИ, в результате пожара выведен из строя ракетный корабль Серпухов. Серпухов, российское судно проекта Буян-М, спущенное государством-агрессором на воду в 2015 году. То есть кораблю еще даже не 10 лет. Он, кстати, является носителем ракет Калибр. Ну там высказывалось предположение нашим представителям Гура, что он мог бы быть переброшен в Черное море, хотя доктрина Монтрея, сегодня закрыт Босфор для военных кораблей, но тем не менее, он носитель ракет Калибр, и я думаю, что раз удалось, значит это очень хорошо. Из-за пожара внутри самого ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. То есть сейчас этот корабль представляет собой груду металла. Да, он не затонул. Восстановление боеспособности этого корабля потребует длительного времени. То есть его надо теперь ставить в док и проводить капитальный ремонт этого корабля. Далее вот статистика, которую я вам обещал привести, стало известно. Немецкое издание Welt пишет о том, что Российская Федерация производит около 30 шахедов в день на сегодняшний день. А к концу года цифра может вырасти до 87 шахедов в день по производству на России. Несмотря на санкции, расисты смогли стабильно наращивать производство ракет. Ежемесячно производится до 130 ракет с дальностью не менее 350 километров. И около 100 ракет с дальностью до 100 километров. Плюс то, что немцы констатируют 30 шахедов в день. В прошлом году Россия произвела около 2 миллионов снарядов калибра 152 и 122 миллиметра. В этом году запланировано производство около 2,1 миллиона артиллерийских снарядов. Вот такие темпы производства набрала Российская Федерация, к сожалению, в своей военно-промышленном комплексе по производству именно средств, огневых средств нападения, воздушных и артиллерийских боеприпасов. Но на сегодняшний день тоже издание немецкое пишет, что около 90% танков, которые были в Российской Федерации по состоянию на февраль 22-го года, то есть в боевом составе, помню, там 3,5 тысячи было. И это же в основном были модернизированные танки и новые танки. Так вот, около 90% этих танков, которые там были на февраль, они уже уничтожены. Не повреждены, не уничтожены. Сейчас РФ использует танки, которые частично музейные, ну в кавычках так немцы берут. Такие как Т-62, Т-55. Ну вот таких запасов хватит где-то еще на 2-3 года. Если с такой же интенсивностью мы продолжим уничтожать артиллерийские танки. Но я думаю, что интенсивность будет возрастать, потому как эти танки намного хуже защищены от противотанковых средств, которыми обладают сегодня и вооруженные силы Украины, и наши силы обороны в целом. Поэтому чем старше танки, тем легче будет с ними расправляться, тем легче будет их подбивать. Ну и продолжается эпопея потери боеприпасов. Рашисты увеличивают мощность и пытаются достичь максимума. Если раньше там были ФАП-250, потом ФАП-500 они использовали в качестве КАП-1000, то сейчас они наращивают, хотят перейти на КАП-1500. Как можно больше их использовать. Ну про 3000 я не говорю. Я вам объяснял, там ситуация очень сложная, технически сложная. Приделать к ней вот этот комплект управления и планирования, это не проблема. А проблема, кто подымет эту бомбу в воздух. Тушка не влазит с крылышками, а Су-34 надо переделывать, модернизировать самолет, чтобы он был в состоянии поднимать такую нагрузку на одном подвесе. Так вот, продолжаются потери этих бомб. Ну если раньше они теряли их в основном на территории Рашистской Федерации, было там, по-моему, 11 случаев, я помню, называл цифру вам, зафиксировано, то теперь потеряли ее на временно оккупированной территории Украины, Донбасса. В городе Инакиево, в магазине, в среде белого дня, в магазине, в крыше образовалась огромная дыра. В магазин упала бомба ФАП-1500. Вот представьте там, повезло, жертв нету, потому что, ну как, пострадавшие есть, жертв нету, потому что бомба не взорвалась, она еще и не сдетонировала. Ну, кстати, из тех потерь, которые бомбы, они теряли на территории, там, Белгородской, Воронежской, Волгоградской областей, там детонация была где-то 3 к 1, точнее, 1 к 3, 1 детонировал, 3 не детонировали, они просто падали, их находили, что-то подрывали, что-то вывозили. Ну, вот здесь упал ФАП-500, не сдетонировал. Ну, тем не менее, сам факт, что бомбы отрываются, бомбы падают, может, пилот специально сбросил, чтобы не лететь к линии фронта, а быстренько сбросил, развернулся и домой. Прогулялся и домой. А вот далее поговорим, еще пару слов скажем, о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг Украины, вокруг нашей страны. И Германия рассматривает возможности покупки зенитно-ракетных комплексов «Патриот» у третьих стран по причине исчерпания запасов Европейского Союза. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Также правительство Германии поручило компании «Рейн Метал» передать в этом году еще одну партию из 20 БМП «Мардер» вооруженным силам Украины. То есть, помощь продолжается. Ну, насчет того, что исчерпало запасы, я бы посомневался, потому что я вам приводил пример. 80 комплексов «Патриот» находятся на европейском континенте. В различных странах это я не говорю, что... Может, в Германии исчерпались запасы? Или эти комплексы «Патриот» находятся в боевом составе армии стран европейского континента, и понятно, что они их не рассматривают как вид вооружения, который можно передать вооруженным силам Украины. Они пытаются за этими комплексами защитить себя. То есть, это штатное вооружение их армии, и они его не рассматривают как на передачу. Далее, а вот Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что там Конгресс водит хороводы и шуры-муры по поводу того, что голосовать, не голосовать, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что передало Украине конфискованное вооружение с четырех иранских судов, которое должно было быть доставлено иранским прокси-силам. То есть, они перехватили, и это оружие досталось Соединенным Штатам в качестве трофеев. Среди вооружения было более пяти тысяч автоматов Калашникова, снайперские винтовки, ручные гранатометы и свыше полумиллиона патронов калибра 7,62 мм. Вот такое вот подспорье в плане стрелкового вооружения нам передало Центральное командование вооруженных сил США. Далее, несмотря на то, что там сейчас Белый дом официально заявляет, что не приветствует удары Украины по территории Рашистской Федерации, несмотря на это, есть здравые возгласы или здравые заявления. Например, Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине, заявил, что Украина должна продолжать выводить из строя российские нефтеперегонные заводы. Кстати, мы очень хорошо прошли 14% падения рынка производства бензина. И если в марте месяце Белоруссия заменила там более, около 150 тысяч тонн поставила топливо России, то в апреле уже просят у Казахстана примерно такое же количество, 100-150 тысяч тонн, чтобы Казахстан был готов передать Рашистской Федерации. Если бы мы продолжили, то, наверное, мы бы рынок все-таки обвалили. Но на пока, я так понимаю, у нас возникла некоторая пауза в плане нанесения ударов по Рашистским НПЗ. Также Курт Волкер отметил, что важно, чтобы Рашистское население понимало суть этой войны. По его мнению, россияне, которые поддерживают Путина, должны почувствовать эту войну у себя дома. И это надо сделать. И это послужит тем, что они, по идее, должны поменять свое мнение относительно этой войны. Мнение относительно той политики, которую проводит Путин. Но все равно, как говорится, война это обоюдный процесс. Поэтому, раз Рашистские войска воюют в Украине, значит, мы будем воевать на России. Далее, Следственный комитет пробивает дно Рашистской Федерации как только может изо всех сил. Бедный ИГИЛ уже даже в некотором смысле становится даже жалобидно за ИГИЛ. Потому что они, бедняги, уже устали доказывать, что это они взорвали, расстреляли людей во время теракта в торгово-развлекательном комплексе или концерт-холл «Крокус-Сити». Но теперь Следственный комитет России нашел американский след. Оказывается, Джо Байден причастен к этому теракту. Ну, точнее, не сам лично Джо Байден, а его сын, старший сын. Так вот, теракт в «Крокусе», оказывается, был профинансирован через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдинг», в которой ранее работал сын Байдена. Это заявление Следственного комитета Рашистской Федерации. Ну, и, конечно же, ИГИЛ уже не знает, как доказать свою причастность к этому теракту. Ну, как говорит пресса, так террористов еще никто не унижал. Так же ИГИЛ отомстит. Это не та организация, я думаю, что расисты доиграются, они играют с огнем. Таким образом, не давая ИГИЛу возложить на себя лавровый венок в качестве награды за проведение этого теракта. Они сделают такой теракт, где уже не отвертятся и должны будут признать их участие. В этом принцип их существования, в этом принцип их вот этого террора. Что они от этого получают, они же зарабатывают на этом. Они при успешном проведении террористического акта, при большом количестве жертв и разрушений, они находят себе спонсоров на темной стороне, нелегальных, и таким образом собирают деньги на следующие теракты. Поэтому ИГИЛ такие вещи не забывает и не простит. И вот сейчас, кстати, ИГИЛ выпустил новую угрозу о том, что ИГИЛовцы угрожают провести теракты на матчах 1-4 финала Лиги Чемпионов. Сейчас мы приближаемся к этому моменту, когда будут проходить матчи 1-4 финала Лиги Чемпионов. И вот пресс, ну если можно так, давайте так сказать, информатор от, или, ну не хочется и в цивилизованные рамки ставить. Поэтому, скажем так, очередная угроза прозвучала от лица ИГИЛа. Организация публикует фото вооруженного мужчины. И на этом фото название стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов на этой неделе. Эмирейтс, Парк Де Пренс, Метрополитана и Сантьяго Бернабео. И подпись на этой фотографии стоит «Убить их всех». Вот понятно, что какой-то они выберут, скорее всего, один стадион. Но какой, вот это вопрос остается открытым. Так что ИГИЛ продолжает свою террористическую деятельность. И что бы там ни выдумывал Путин, ну это при распоряжении, мы знаем, что это приказ Путина. А любыми силами и средствами привязать Украину к теракту в Крокусе. Для того, чтобы консолидировать расистское общество и гнать их на убой, на войну в нашу страну. Далее продолжается затопление Рашистской Федерации. Тонет Рашистская Федерация. Ну вообще РФ вступила, на мой взгляд, в такую, я бы сказал, полосу техногенных катастроф. Действительно катастроф. Когда все рушится, валится, все течет, все ломается. И уже Смоленская область, то была Оренбургская область, теперь уже до Смоленской дошло. Уже большая вода подходит к Казахстану. То есть вот этот водный, ну там селевой такой поток, лед, песок, вода. Это все несется и смывает все на своем пути. Из-за разрушения путепровода в районе Вязьмы, движение поездов на перегоне Вязьма Семлева в Смоленской области приостановлено. Это рухнул мост. Я вам объясняю, что это было. Это рухнул мост. Просто у нас когда-то один политик сказал, когда его спросили, почему упал, ну не упал, у нас начал обрушаться Шулявский путепровод в Киеве. Он сказал, что мост устал и упал. Ну вот, наверное, то же самое произошло в районе Вязьмы. Мост, на него заехал грузовик и он рухнул. Рухнул на железную дорогу. Из семи пролетов моста упало шесть. То есть это полное обрушение. Не надо ничего взрывать. Полное обрушение моста, которое перекрыло еще железнодорожную ветку. Слава богу, воинские эшелоны теперь идут в обход или будут вообще стоять. В ожидании пока восстановится движение. Далее. Режим чрезвычайного происшествия регионального уровня вводится в Курганской области из-за паводка. Уже там вода. Панинский мост упал в Вязьме Смоленской области. Также смыл железобетонный мост через реку Боровка в Оренбургской области. В Тюменской области ограничено движение пятью мостами из-за паводков. В некоторых населенных пунктах Тюменской области началась эвакуация. А Путин вместе с Шойгу вводит танки по нескошенным травам нашей страны. А Путин с Шойгу вместе продолжает захватывать территорию, пытаться захватывать территорию Украины и гонит сотни тысяч. Сотни тысяч мобилизованных гонит на убой в нашу страну. Хотя в Российской Федерации просто катастрофа. Просто. Судя по тем сообщениям, которые летят, тут надо... Причем причины... Ну вот тот губернатор, который даже рассмешил дамбу, которая прорвала, по-моему, в Тюменской области, он сказал, что грызуны прогрызли и через эти норки пошла вода и размыла дамбу. А ведущая не выдержала и говорит, так дамба стоила больше миллиарда рублей. Как грызуны могли прогрызть основание дамбы, которое стоило больше миллиарда рублей? Ну вот такая вот складывается ситуация. Тут по-другому и не скажешь. Ну что ж, за что боролись, на то и напоролись, так я скажу, для адептов русского мира. Не войной, так техногенными катастрофами может быть изменена внутренняя ситуация в самой Российской Федерации. Ну что ж, мы на этом с вами наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки закончим. Как всегда, я приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно большее количество людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем уверить в силу обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok